Всем привет и добро пожаловать на мой курс. Меня зовут Василий Швецов, я мультимедийный артист, режиссер и арт-директор. Начнем с того, почему я начал креативить. Ответ на этот вопрос проясни, зачем мы здесь. В 2009 году ко мне в руки попала книга 99 франков. Тогда я открыл для себя мир рекламы и креатива. Параллельно я залипал на рекламные картинки и постеры к фильмам, пытаясь понять, как можно было это придумать. В моей семье творческий бэкграунд был довольно маленький, поэтому мне никто не мог помочь. В школе, само собой, никто не думал про это. Учителя ничего не знали о креативе, в университетах было направление реклама, да, но не было информации о том, как научиться придумывать. В общем, прочитав книгу, у меня была одна мысль о том, как настроить свой мозг, чтобы в него рождались идеи, которые всем понравятся. Позже я занимался танцами и стал проводить время с самыми креативными людьми индустрии. Достигнув там определенного уровня я стал заниматься фотографией и диджитал обработкой. К моменту, когда ко мне пришел первый креативный запрос, у меня уже был творческий опыт. Это был 2017 год. Тогда на 10 простых картинок я потратил целых две недели. В тот момент я понял, что могу придумывать. Но как так вышло, что в 15 лет я не мог, а сейчас получается, что искай с большим трудом. Я стал снова искать информацию креативнее, но уже с большой оглядкой на людей и их результат. И начал находить много общего с тем, что я уже умел, а это танцевать и фотографировать. В итоге я выделил самые базовые практики, которым посвятил в последующие годы. Добавляю в свой арсенал новые приемы, способы, отметая все лишнее и надуманное. В этом курсе я поделюсь знаниями, которые сам использую каждый день в своей работе. Итак, начнем. Как придумывать? Поскольку любая идея является отражением вашего опыта, то можно предположить, что вы ничего не сможете придумать, если ваша чаша пуста. Вы же не напишете стих на французском, не зная французский. Тогда как вы начнете придумывать, не зная, что это такое и как создается? Однако, это вас не ограничивает придумывать, например, свой язык, но гораздо проще начать с основ. Так, например, поступил Толкин, изучая языки в Оксфорде. В итоге он создал Хоббита и Восьмин колец, которые были наполнены разными культурами и языками. Исследуйте, начните с картин или фильмов. Помните, что базовые знания – это прекрасно, но чем уникальнее ваш опыт, тем более качественные и оригинальные сочетания вы будете генерировать. Глядя на работу, вы задаетесь с вопросом «Как это было сделано?» или «Как можно было это придумать?». Вопросы правильные, но не самые главные. Я считаю, что важнее знать ответы на вопросы «Почему эта работа была сделана?» или «Какую задачу решает автор?», так как чаще всего это и есть фундамент идеи. Как только вы начнете получать ответы на эти вопросы, то вопрос «Как» чаще всего отпадает, так как ответ на этот вопрос почти всегда технический. Например, мы использовали синюю краску или широкоугольный объектив. Это важная информация, но не первостепенная. Резюмируем. Чтобы понять, как придумывать, для начала надо выяснить, что и почему другие люди придумывают. Итак, мы подошли к первому заданию. Попробуйте сделать разбор, декодинг чьей-либо работы. Можете начать с чего-то популярного, не забывайте учитывать контекст времени, в котором была работа эта выполнена. Давайте попробуем вместе. Перед вами картина «Америка, Америка» 1965 года в жанре «Поп-арт» итальянского коллектива «Экуипа Акроника». Тема дня – холодная война, война во Вьетнаме, антивоенное движение и мировое господство. Очевидное влияние – это Марини Монро 1962 года, картина Энди Уорхо. Теперь попробуйте сами. Начните с чего-то популярного или любимого. Это может быть как музыкальный альбом, так и фильм. Если ты современник, то не бойтесь написать. Есть вероятность, что у вас получится хорошая беседа.